Фух, ну что же, салон, друзья, меня зовут Саша, по-прежнему. Совсем недавно я решил провести для вас, мои дорогие друзья, флешмоб о Чингизе Айтматове. Прошло уже более чем 21 день, то есть практически месяц, и как же вы думаете, сколько видео мне прислали? Два! Два видео! Два моих друга смогли найти в себе смелость и прислали мне видео, где они читают строки Чингиза Айтматова. Я, если честно, слегка удивлен. Да почему слегка? Я очень сильно удивлен и расстроен. Это же классик и национальный герой Кыргызстана. Ладно, друзья, спишем этот неудавшийся эксперимент на вашу скромность. Я очень хочу сделать Кыргызстан популярнее, но без вашего участия мне это не удастся сделать. Будьте смелее, ваше будущее только в ваших руках. Ну а теперь я представляю вам новых звездочек Ютуба, которые осмелились поучаствовать в моем флешмобе. Или же моих онлайн-подруг Анастасию Петрову и Роза Дин. Ну что ж, поехали. Я открываю на стежок окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В веснеющем голубоватом сумраке я сматриваюсь. Стюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел вообще своего главного, того, что приходит в рук так неотворимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние золи. Я хожу в белосветной тиши. И все думаю, думаю, думаю. Это каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина еще только замысл. Я не стройник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Но не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе. Нет, просто мне думается трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Также трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. В этот раз я изменяю своему правилу. Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее поделиться с людьми своими мыслями по еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую мне... Одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, это история, побудившая меня взяться за кисть. Кажется, мне... Настолько огромный, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести и боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у Мольберта. Не пожалеете жара в своих сердцах. Подойдите поближе. Я обязана рассказать эту историю. Огромное спасибо Анастасия Петрова и Роза Дин. Вы сегодня лучшие. Чтобы вы понимали, в этом флешмобе поучаствовали две девочки из Казахстана. Да. И пришлось ставить себя, потому что сорьем лучше. Да. Друзья, но я хочу дать вам еще один шанс проявить себя и показать свою смелость и артистизм. Поддержите мой новый флешмоб, хэштег Айтматов Форевер. То есть Айтматов навсегда. Ну а на сегодня наши строки будут такие. Бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается. Все реже заворачивают туда путники напиться воды. И родники понемногу зарастают мятой, да и жвикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике. Да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место. Раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не затуманенная прохладная вода. Необыкновенные чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь. В общем, очень интересные строки. Я думаю, вам понравились. В этот раз я решил не менять никакое место. Потому что в прошлый раз, когда я поменял место, там был звук не очень. Поэтому я решил остаться здесь. В общем-таки, друзья, условия участия в флешмобе максимально простые. Нужно взять и прочитать именно эти строки, которые были в этом видео. Если что, эти строки я оставлю в описании под этим видео. Также там же я продублирую подробное описание всех условий. В общем, высадитесь перед камерой. Берете в руки телефон или записываете эти строки и просто читаете. Потом выставляете это видео в YouTube, ставите хэштег айтматов forever, а также хэштег сениок. Ну и, по желанию, в Инстаграме можете мне скинуть ссылочку, чтобы я 100% его нашел. Ну или же загрузить в другие социальные сети. Главное, откуда я смогу их скачать. И самое важное, что нужно учитывать при этом, то, что нужно, чтобы именно вы были на камере. Не нужно скидывать просто видео с монитора, как вы просто берете и читаете. И потом мы составим точно такое же видео из всех ваших скинутых видео и выйдет прямо бомба. А еще у меня к вам будет одна просьба. Пожалуйста, не ставьте свою музыку, потому что я хочу поставить свою музыку, чтобы на всех видео была одинаковая. Потому что везде разная музыка, но вы сами заметили, что это не очень будет скомпоновано. Поэтому просто возьмите телефон или еще какое-нибудь устройство, поставьте его, начните запись, читайте строки, присылайте мне и все. Вот такие вот простые условия. А зато, если вы это сделаете, то вы 100% попадете ко мне в видео. Если, конечно же, все правильно сделаете. Вот такой вот у нас флешмоб о Чингиза Айтматове. В общем так, я его сделал специально для того, чтобы поддержать Кыргызстан и самого Чингиза Айтматова. Чтобы сделать Кыргызстан еще популярнее. И для этого мне нужна ваша помощь. Друзья, но для тех, кто не знает, кто такой Чингиза Айтматов или познакомился с ним только сейчас после моего видео. Я в конце оставлю для вас небольшой фильм про Чингиза Айтматова, его биографию и в общем все о нем. Ну а с вами я прощаюсь, друзья. Огроменнейшее вам спасибо за просмотр. Участвуйте в флешмобе, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Пример личного успеха писатель Чингиза Айтматов. Его книги переведены на 176 языков мира. И в это трудно поверить, ведь репрессии часть его семейной истории. О феномене Чингиза Айтматова, которому 12 декабря исполнилось бы 90 лет, наш корреспондент в Бишкеке. Жазгуль Каримова. И здесь был лишь единственный путь. Познание народной жизни. Такое, чтобы знать за всех, чувствовать за всех, болеть за всех, думать за всех. Долгие годы Чингиз Айтматов считался самым влиятельным человеком в республике. В 60-е он открыл миру маленькую Киргизию. В 63-м он получил Ленинскую премию, через 5 лет государственную. Моя первая встреча с Айтматовым была в городе Ош, наверное, в году 64-м. И это было время его восхождения, стремительного восхождения. Когда аудитория какая большая была, СССР, духовности сколько было. И тогда, конечно, писатель был больше, чем писатель. А ведь всего этого могло и не быть. Чингиз – сын репрессированного. В 35-м его отца Тори Кула отправили учиться в Институт Красной Профессуры, изучать основы марксизма-ленинизма. В 37-м арестовали по подозрению в антисоветской деятельности. Через год расстреляли. Отец как будто предчувствовал страшное. Настоял на быстром отъезде, чтобы успеть отправить нас всех назад, в Киргизию. Он не хотел нас оставлять на произвол судьбы. Но вернуться во Фрунзе мы тоже не могли. Там тоже шли массовые репрессии. Но куда нам? Почему он не мог уехать вместе с нами? Я тогда этого не понимал. Но глядя на своих родителей, я чувствовал, что происходит что-то неотвратимое, чудовищное. Когда 9-летний мальчишка его бросает в этот вагон, и отец бежит за этим вагоном, понимаешь, что он больше не увидит это в себе. Вот откуда это идет? Это проза сопротивления. К этому моменту у Айтматовых уже четверо детей. Мама будущего писателя Нагима спрятала их в далеком селе Щекер. Местные вспоминают, как Нагима много трудилась, чтобы прокормить детей. Держала овец и корову. Однажды корову украли. Она же была кормилицей, это военные годы. Чингис тогда взял ружье, чтобы найти и наказать вора. Но на улице его задержали аксакалы, забрали оружие. Корову все вместе искали, даже в Казахстане, но не нашли. Чингис после расстрела отца оказался старшим мужчиной в семье. Все заботы легли на его плечи. Керемсей Долбеков, аксакал, села Шекер. Двоюродный брат Чингиса Айтматова. Он уже в 11 лет работал в совхозе, выращивал пшеницу. В 14 был секретарем главы сельской управы. В военные годы много помогал селу. Любимым местом для него стал вот этот родник. Под названием «Верблюжий глаз». Позже он появится в одноименной повести. В детстве Чингис приходил сюда поплакать. Он очень страдал от того, что его называли сыном врага народа. Не берут в школу, в пионеры. В школу Чингиса его брат и сестер все же устроили. Правда, в соседнем селе. Чтобы получать знания, Чингзайтматов вместе с братом и сестрой только в одну сторону проходили около трех километров. По дороге им приходилось разуваться, босиком переходить через речку и еще долго идти по бездорожью. Перед входом в школу дети обязательно чистили обувь. Этот железный выступ сохранился здесь до сих пор. После седьмого класса Чингис поступает в Джамбульский ветеринарный техникум. Тогда-то и начинается писательская карьера. Печатали его мало, припоминали репрессированного отца. Большая часть произведений была на кыргызском. В 1958-м Айтматов познакомился с Твардовским. Главный редактор журнала «Новый мир» посоветовал молодому автору писать на русском и отсылать свои повести сразу в Москву. И когда в Москве, в этих толстых журналах выходили его произведения, и когда Москва отзывалась положительно, уже наши ничего не могли делать. Ему было совсем-совсем немного лет. Роман газеты издала миллионным тиражом повести «Город степи». Миллионный тираж. Он мгновенно. Знаете, это была голодная-голодная-голодная семья, и вдруг неожиданно просто холынул золотой дождь. Это он рассказал, что за тысячи километров у людей такие же проблемы. Они страдают от репрессии и голода, сбегают от нелюбимых мужей и ищут потерянных отцов. Айтматов, прежде всего, писатель души человеческой. Вот у него не было национальной самоограниченности. Он не делал экспортную литературу. Он писал так, поднявшись над горами и оглядывая как бы мир. Продолжение следует...